Аминь. Из поручения Иоанна Златоустого на послание к римлянам. Колоссинам 3, 12. Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые, возлюбленные в милосердие, благость, смириномудрие, кротость, долготерпение. Замечаешь ли всю выразительность слов, а также то, как апостол хочет, чтобы мы постоянно были милостивы? Не сказал просто «будьте милосердны», но облекитесь, давая тем знать, что милосердие, подобное одежде, всегда должно быть при нас. Но мы поступаем напротив. Если кто-нибудь подойдет с просьбой о самой малой монете, то мы укоряем его, поносим, называем обманщиком. И ты не содрогаешься, человек, ты не стыдишься того, что за кусок хлеба называешь обманщиком. Если он и притворяется, то по одному тому заслуживает сожаление, что до такой степени мучится голодом, что вынужден принимать на себя такую величину. И это доказательство нашей жестокости. Так как мы нелегко подаем добровольно, то бедные поневоле должны выдумывать бесчисленные хитрости, чтобы обмануть наше бесчеловечие и смягчить жестокость. Иное дело, если бы он просил у тебя серебряной или золотой монеты, тогда ты имел бы основание подозревать. Если же он подходит к тебе за необходимым пропитанием, то зачем тебе без нужды любомудрствовать и излишнюю точностью исследовать, обвиняя его в бездействии и ленности. И если нужно говорить об этом, то не других, а нас самих следует укорять. Потому когда приходишь к Богу, просить помилования во грехах, вспомни об этих словах, и ты поймешь, что справедливее тебе самому слышать их от Бога, нежели нищему от тебя. И однако Бог никогда не говорил тебе таких слов, не сказал, иди прочь, ты ведь лицемер, хотя ты постоянно ходишь в церковь и слушаешь мои законы, но на площади и золото, и свое желание, и дружбу, словом, все предпочитаешь заповедям моим. Теперь представляешься смиренным, а после молитвы бываешь дерзок, жесток и бесчеловечен. Итак, уходи отсюда и никогда ко мне не приходи. Это и даже большее мы достойны бываем слышать. Однако же Бог никогда не укорил нас ничем подобным. Мною долго терпит, все выполняет со своей стороны и дает нам больше того, что просим. Размыслив об этом, избавим от нищеты просящих. И хотя бы они притворялись, не станем расследовать этого. Ведь мы и сами имеем нужду во спасении, притом со снисхождением, с человеколюбием и многую милостью. Если по-нашему входить в строгое расследование, то невозможно когда-либо и спастись. Но все должны подвергнуться наказанию и погибнуть. Итак, не будем строгими судьями других, чтобы и у нас не потребовали строгого отчета. А мы ведь обременены грехами, превышающими всякое помилование. Будем иметь больше сожаления к тем, которые грешат, не заслуживая снисхождения. Чтобы и мы сами могли надеяться на такую к себе милость. Хотя сколько бы ни старались, никогда не будем в состоянии оказать такое человеколюбие, в каком имеем нужду от человеколюбивого Бога. Отсюда не безрассудно ли, когда мы сами находимся в столь великой нужде, строго разбирать дела своих собратьей и все делать против самих себя. Таким образом, не столько ты выставляешь его недостойным твоего благодеяния, сколько самого себя, недостойным Божьей человеколюбия. Кто строго взыскивает со своего собрата, с того гораздо строже взыщет Бог. Потому не будем говорить против себя. Но пройдет ли кто-нибудь по беззаботности или поленности, станем подавать. Ведь и мы сами часто, а вернее сказать, всегда грешим по нерадению. И однако Бог не тотчас требует от нас отчета, но дает нам срок для покаяния. Каждый день питает нас, вразумляет, учит и снабжает всем прочим, чтобы и мы подражали ему в таком милосердии. Отложим и мы жестокость, свергнем с себя зверства, так как этим мы благодетельствуем больше себе самим, чем другим. Другим даем деньги, хлеб, одежду, а себе самим уготавляем величайшую славу, которую и невозможно изобразить словом, потому что облегшить внетленные тела мы прославимся и воцаримся со Христом. Продолжение следует. Аминь.